Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы с Михаилом Волгиным, продолжаем ломать копию над социальными сетями. Следите внимательно, общайтесь вместе с нами. Михаил, приветствую. Приветствую, Андрей. В прошлый раз мы немножко поломали копию, как я уже сказал, насчет соцсетей. Надеюсь, мне удалось вас немножко вразумить, что это не такое большое зло, как вам казалось. Ну, вразумить, может быть, не то слово, но я в том, что такое над чем. Я в чем-то остался на своих прежних позициях, например, в отношении того, что это действительно для многих людей это побег от реальности, можно сказать, прокрастинации, побег от реальности в иллюзорный мир, да, виртуальный мир. И также соглашусь, ну, продолжаю думать, что для многих это людей стало болезненной зависимостью, нездоровой абсолютно, да. Но все-таки насчет общения я бы сейчас уже, да, не был так категоричен, вы меня в чем-то убедили, что действительно порой в виртуальном способе люди более откровенно общаются, тем более посылают всякие символы, посылают какие-то звуки. Не говоря уже о видеообщении и прочих возможностях, которые сейчас есть. Да. Нельзя сказать, что это совсем не общение, да. Это можно использовать для того, чтобы сближаться. Но если говорить вообще о соцсетях как инструменте все-таки, проблема была озвучена однозначно. И первая проблема – это зависимость, да? Да. И вторая проблема вы озвучили – это побег от реальности. Да. Хотел бы начать, даже не знаю, давайте с побега от реальности. Ведь смотря с какой стороны посмотреть, что значит побег от реальности? Не является ли реальностью 21 века жизнь в виртуальном мире? Подавляющего числа вообще вот молодежи сейчас. И кто в итоге бежит от реальности? Молодежь, которая сидит в этом мире 21 века, пусть и виртуальном, пусть и каком-то таком компьютерном, информационном, как угодно назовите. Или человек, который говорит, нет-нет, я туда не полезу. Я буду жить в 20 веке, когда этого еще не было. Да, но в этом смысле, конечно, да. Так что есть побег от реальности тогда? И то, и другое можно назвать побегом. О, видите? Значит, это уже условность, которую мы можем откинуть. Будем считать побег от реальности закрытой темой? Ну, нет, конечно. А, нет, все-таки нет. Просто в зависимости от конкретной ситуации, да? Если человек говорит, я не зайду в социальные сети и не буду даже регистрироваться там, то, возможно, действительно он бежит от современной реальности. Вот, и об этом я и говорю. Но если человек приходит домой, и ему нужно вынести мусор, там, поделать дела по хозяйству, он вместо этого сидит несколько часов в социальных сетях, то есть он убегает от своих непосредственных обязанностей. Да, именно. Вот я это имел в виду. Но реальность на самом деле такова, что у нас есть этот инструмент. Можно, конечно, в нем зависнуть, погрязнуть и утонуть, и так далее. А можно им очень здорово пользоваться. О, да. И вы сказали, что есть огромная проблема зависимости, в частности, у подростков, молодежи, которые проводят там больше времени, чем это было бы разумно или целесообразно, да? Что мы можем сделать, чтобы им помочь? Интересный вопрос. Потому что, если так поразмышлять вслух об этом, вытащить мы их оттуда уже по-любому не вытащим, правда? Однозначно. Потому что мы не заберем у них телефоны, а если заберем, они себе купят новые. И нельзя сказать, что это такое воплощенное зло, правда? Я думаю, что, может быть, старшее поколение, если оно проявит мудрость и смекалку, и способность учиться у своих детей, опять же. Ага. Это делают все мудрые родители, да? То, может быть, действительно просто разговаривать с ними на их языке? Что если мы зарегистрируемся в эти социальные сети? И таким образом, может быть, даже мы больше узнаем наших детей. Мы посмотрим, что они лайкают, мы посмотрим, какие посты они постят, перепощивают у себя на странице. Это если они вас в черный список не отправят. Да, конечно. Но для этого уже другая тема, как надо выстраивать взаимоотношения, чтобы они были доверительны. Это в одной из следующих, может быть, передач мы поговорим, да, о взаимоотношениях отцов и детей. Но здесь, мне кажется, что можно узнать человека больше, даже наблюдая за его жизнью ВКонтакте, или Фейсбук, или другие какие-то социальные сети, да, даже больше, чем из личного общения. Психологи установили, что часто бывает, что виртуальное общение становится более откровенным, чем живое общение. Хорошо. Вы сказали, что достать их оттуда практически невозможно. Думаю, да. Тогда, значит, мы не можем их избавить от этой зависимости? Нет, мы не можем их извлечь оттуда полностью, чтобы они не присутствовали там. Но мы можем помочь им стать счастливыми настолько, чтобы они не проводили там 24 часа в сутки. Вы уверены, что они несчастны? Я не знаю, счастливы они или нет, но если человек не общается ни с кем в жизни, а сидит только там, то это явно патология такая. Что значит не общается ни с кем? Он общается посредством тех методов и тех средств, которые предоставляют ему соцсети. И не только соцсети. Ну, давайте просто здесь не будем спорить. Сойдемся на том, что у нас разные мнения на этот счет. Насчет общения. Я однозначно могу сказать, и что это установленный факт, даже медицинский установленный факт, что выявлена официальная зависимость от социальных сетей. И вот я это имею в виду. Вот когда зависимость происходит, должны ли мы эту зависимость, ну, скажем так, как-то лечить, как-то вытаскивать человека из этой зависимости? Ну, неверно. Неверно. Это то же самое. Не знаю, с чем сравнить. Такой удачный пример. Но часто это будет болезненно. Лучше работать... Ну, это присутствует. Вы так сравнили с наркотиками. Ну, да, да. Работать через позитив. То есть не заставлять человека выйти оттуда, выйди. А ты попробуй завоюй его интерес, чтобы он сам захотел выйти оттуда хотя бы на полчасика. Ну, завоевать интерес, когда он находится там, можно только там. Да, можно завоевать его интерес, сказать, встречаемся там-то, там-то. Тогда вам надо туда и залезать со своими какими-то вещами, которыми вы будете завоевывать интерес, но не факт, что они ему интересны. Ну, нужно стать интересным. Мне очень нравится выражение, которое вот ходит тоже, вот стало популярным в последнее время, что если ты хочешь, чтобы я тебя слушал и отвлекся от гаджета, то стань интереснее, чем кусок железяки. И я абсолютно согласен с этим. Если лекция неинтересная, то тогда это вина преподавателя, что их студенты, его студенты уткнулись сюда. Надо завоевывать интерес, завоевывать уважение. И в конце концов мы можем даже что-то интересное и полезное предпринять в рамках самих социальных сетей. Вот об этом-то я как раз и хотел поговорить, потому что когда мы только говорим о том, что ой, это беда, ой, это зависимость, ой, ты там проводишь столько кучи времени и вообще этот вылазь оттуда, иначе ты просто погрязнешь и погибнешь. Ну да. Вот. Мы уже разорвали отношения. Конечно. И мы уже потеряли доверие, мы потеряли авторитет, даже если там, может, его и не было изначально. Зайти туда и дать что-то, что их заинтересует, попадать в таком качестве, в таком виде, в таком объеме, чтобы их заинтересовало. Да. Можно сделать это в форме игры, можно предложить какую-то идею. Например, пиши, например, давайте делиться с собой, каждую неделю пиши пост о том, чему ты научился или что-то новое узнал, как вариант. То есть таким образом мы берем все наши добрые идеи. Ну, в частности, хорошо, а как насчет, допустим, церкви в соцсетях? Почему нет? То есть можно ли сделать виртуальную церковь, например, в соцсетях? Ну, это очень условно говоря, потому что церковь... Спрашиваю вас, как у священнослужителя, как бы, вот, пожалуйста, мы берем нашу реальность, мы бы хотели, чтобы они были здесь, вот, но они предпочитают быть в куске железа, да? Хорошо, а давайте перенесем это туда, да, если гора не идет, то есть если Магомед не идет в горе, да, пускай гора идет. Ну, это очень христианская мысль, на самом деле, потому что мы верим в то, что Бог стал человеком и спустился к нам, чтобы разговаривать с нами на нашем языке. Здорово. Много ли у нас церквей теперь онлайн? Нет, они существуют, я в курсе. По поводу этого выражения, то есть мы же понимаем, что церковь – это в первую очередь отношения, это в первую очередь люди. Церковь должна быть живой. Все то, что происходит онлайн, это церковь ровно в той мере, в какой мере это общение настоящее, не больше и не меньше. Это канон настоящее, но происходит живое. Поскольку мы выяснили, что в определенной степени, да, это действительно общение, и я с вами согласен, то мы можем устраивать проекты, но только в дополнение к уже существующим церквам. То есть никак нельзя их вообще отдельно стоящим сделать? Надо думать, чтобы не получилось так, что мы опять полностью туда погрязли и остались там. Но это должно как-то, мне кажется, дополнять друг друга. Дополнять друг друга, хорошо. Дело в том, что мы тогда говорили об общении, что я тоже не до конца свою позицию смог показать. В виртуальном вот таком вот общении, в онлайн-общении, где ты не видишь собеседника, где ты только печатаешь что-то и, может быть, какие-то символы отправляешь, там есть, вы уже упомянули, большая откровенность, и там есть еще плюс, к примеру, то, что у меня больше времени на мою реплику, я могу выслушать собеседника, меньше шансов перебить собеседника, потому что у него есть возможность сообщение написать сколько угодно длины, и я вынужден буду его прочесть, то есть я не смогу просто заткнуть уши и уйти, да. Я, конечно, могу все закрыть, но опять же... Да, это к плюсам относится, да. То есть это все те плюсы, которые позволяют найти уникальные вещи там. Если, вот вы говорите, да, можно развить туда церковь, можно развить туда какие-то действительно христианские или другие там добрые начинания, добрые проекты переместить вот в эту интернет-технологии и найти их там, мы можем получить, как сейчас можно говорить, да, дополненную реальность. У нас есть определенная реальность, у нас есть церковь вживую, где есть храм, куда ты приходишь, где ты можешь помолиться, и у нас появляется виртуальная ее часть. Почему бы это не делать повсеместно? Не могу понять, почему бы это не делать. Мне кажется, умные и мудрые люди будут так поступать. Значит, получается, мы, как всегда, отстаем от молодого поколения. Ну, такое часто происходит, так всегда было в веках, но, вы знаете, не обязательно повторять ошибки прошлого. Ага. А ошибка в данном случае, я так понимаю, заключается в том, что мы сначала считаем их неправыми. Изначально. Изначально. Посыл неверный, что рушит наши отношения. Рушит наши отношения. Потом мы пытаемся их оттуда достать, вернуть обратно в 20-й век. Силой. Силой. Естественно, они от этого отказываются. Естественно, мы рушим дальше отношения. Да, да. Потом, когда мы понимаем, что все это оказалось бессмысленным и бесполезным, мы говорим, ну, ладно, пойдем их там спасать, да. Вот. И мы уже идем к ним, и вдруг понимаем, что, оказывается, там есть что-то, чего мы не видели, не знали, не осознавали раньше. И это, то, что там есть, может оказаться полезным еще и для нас. Как ни странно. Вот вам и проблема поколения в одном флаконе. Ну да. Ну, кстати, эту тему можно было бы обсудить дополнительно. Но если мы говорим вот здесь о социальных сетях, да, то вот я думаю, что действительно нам нужно подумать, хорошенько подумать о том, каким образом мы можем их использовать для взаимного обогащения. Потому что есть такое понятие в Новом Завете как свидетельство, где говорится о том, что нужно о Боге свидетельствовать. Не просто проповедовать, да, Бога, а именно говорить свое личное свидетельство. Мне кажется, вот в этом отношении социальные сети очень хороши. Когда ты можешь свою добрую идею распространить на тысячи, на миллионы, по сути, людей, ты можешь тот опыт духовный, который тебе Бог дал, записать на видео, например, да, и выложить это туда. И пусть другие люди смотрят, пусть они комментируют, пусть они задумываются над чем-то. Если тебе не нужны споры, пожалуйста, есть функция отключения комментариев. Потому что споры, комментарии, это такая, ну, достаточно скользкая вещь, можно впасть в споры и забыть уже о предмете споры. С этим нужно быть осторожным. Очередной инструмент. Ну да, тут плюсы. Может быть положительным, может быть отрицательным, конечно, как всегда. Но вот действительно, вот эти опыты, вот эти истории, особенно людям сейчас нужны истории, да, живые истории из твоей жизни, не надо рассказывать о ком-то, не надо теоретизировать. Просто скажи о своих ощущениях, что ты пережил, что дал тебе Бог, какой вывод ты сделал за последний год своей жизни, например. Поделись этим, и ты тем самым обогатишь этих людей. Но здесь у нас, конечно, встает вопрос качества. Говоря вот об открытости, да, в то же самое время, мы когда заходим, и о своем опыте, о своем свидетельстве, мы когда заходим в соцсети, мы опять же вынуждены создавать какой-то профиль, да, и по этому профилю будут судить нас, как нас судят, когда при встрече по одежке. Да, вот именно об этом. И чистота этого профиля, это еще отдельный, как бы, отдельный пункт, о котором можно поговорить. Потому что очень часто человек ведет, в принципе, двойную жизнь. Он в этой жизни один, а там он другой. То, что мы говорили, побег от реальности, да, вот он здесь в костюмчике, при галстучке, он выполняет одну какую-то функцию работы и так далее, а туда он уходит сбежать от реальности, потусить, делать что зря и так далее, и так далее. И тут, если мы туда приходим для того, чтобы этим молодым людям послужить, или как-то им показать, что весь мир и вся реальность не только там, она есть еще где-то, плюс есть еще Господь, который над нами, и мы хотим их познакомить с Ним, кого мы представим? Представим? Мы представим нас ложных, не таких, как мы есть в реальности, а нас сбежавших от реальности, или мы представим нас чистых? То есть это вопрос уже наших дальше профилей, как они там будут выглядеть. Да, конечно. Это важный вопрос свидетельства, на мой взгляд. Да, но важно жить свою жизнь так, чтобы тебе было что рассказать, чтобы люди знали, кто ты, чтобы им хотелось добавить себя в друзья. Если вы стали друзьями в жизни, то, конечно, вас добавят и в социальной сети, правда? И тоже не факт, посмотри, зачем ты туда пришел. Ну, не факт, да, это понятно, но сам принцип. То есть заслужить это уважение, заслужить это доверие, стать теми людьми, стать просто интересными. Если ты искренний, если ты настоящий, то ты не сможешь быть неинтересным. Вот. Вот эта часть мне очень понравилась, да? То есть если ты настоящий, то есть если ты знаешь, на чем ты стоишь, если у тебя есть определенные убеждения, если ты знаешь, во что ты веришь, то, естественно, ты не будешь раздваиваться сам себе, ты не будешь лукавить. То есть какой ты вот здесь, таким ты пойдешь и туда. Ведь чем интересны соцсети, чем они завлекают, тем, что ты можешь стать анонимным и другим. Вот здесь очень важно быть единым везде, и это будет очень здорово. И это будет очень хорошим, на мой взгляд, свидетельством для подростков, для молодежи, которые там. Да, действительно, здесь пример с дорогами, он очень уместен, что в первом веке, когда Христос пришел на землю, да, те дороги, которые были в Римской империи, они использовались, может быть, для не лучших целей, но... Для захвата, да. Да, но христиане и благовестники использовали их, чтобы пойти по этим дорогам. Поэтому здесь то же самое. Этот инструмент, его нужно использовать во славу Божию, но для этого нужно соответствовать. Спасибо, Михаил. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами уже в течение двух передач, пока мы разбирали эту тему. Пусть Господь вас благословит правильно использовать этот инструмент соцсетей, не раздваиваться личностями, не убегать от реальности, но быть в этой реальности примером как для своих детей, так и для своих сверстников, друзей и так далее. Пусть Господь вас благословит. Пусть Господь